Микс Ньюс. Да, добрый день, еще раз, или добрый вечер, уважаемые десустры. Депутат Рижской Думы Михаил Каменецкий у нас в студии от фракции Согласия. Несколько событий произошло касательно Рижской Думы. Главное из них, это, конечно, отстранение мэра Риги, министра среды и регионального развития Юисом Пуце. Об этом мы тоже поговорим, но, наверное, начнем вот с такой ремарки. Недавно был назначен вице-мэром или избран вице-мэром Вадим Баранник, и я так понимаю, что у него служебная командировка, которая вызвала соответствующую реакцию вчера на Комитете Рижской Думы. С этого мы и начнем. Очень правильные слова, соответствующую реакцию. Ну, реакция была прогнозируема абсолютно со стороны почти всех. Национальное объединение, ну, как партия одного вопроса естественно возражала. Новые консерваторы, идущие в фарватере национального объединения и претендующие на, так сказать, ведущие роли в политике сегодня тоже. Не туда поехал он, да? Не туда. Вот новое единство. Новое единство. Казалось бы, тоже все понятно. Новое единство – партия, которая всегда против всего восточного, и тут вопросов никаких возникать не должно было. Но первую скрипку на этом комитете начал играть председатель фракции нового единства господин Тирсис, который издевательски несколько раз заявлял о том, что Восток – это не то направление, куда нужно ехать вице-мэру столицы Латвии. То есть, в Москву он ехать не должен, по мнению Тирсиса. Ну, все бы ничего. И понятное дело, что мы могли ожидать, но тут недавно мы услышали, узнали о назначении господина Тирсиса ни много ни мало, как советником министра иностранных дел по экономике и энергетике. Это, я так понимаю, оплачиваемая работа? Это же не общественная? Ну, наверное, что-то там ему платят, дело даже не в этом. Да пусть бы ему платили за работу. Но сегодня у меня возникают очень серьезные вопросы и претензии к министру иностранных дел. Это что, позиция министерства и министра, что экономические, восточное экономическое направление нужно зачеркнуть абсолютно недавно в Европе, которую мы так любим и так ставим себя в пример, вопреки предложению госпожи Кални, это было принято позиция, что Северный поток-2 не является политическим проектом, а является проектом экономическим. А посему Европавлович ничего сделать не может, да? И посему, несмотря на все попытки определенных сил этот проект зарубить, Германия прежде всего настояла на том, что Северный поток-2 состоится. Теперь давайте рассмотрим нашу ситуацию с поездкой вице-мэра на Восток, в Москву, на конференцию, на мероприятие международное, где большое количество стран, где рассматриваются вопросы, практически стратегические вопросы, в том числе и транзита. А господин Бараник является, как мы знаем, тленом правления порта. И вот тут советник министра иностранных дел выступает резко против. Вы знаете, у меня возникает целый ряд вопросов. Прежде всего, Абек, я очень прошу, очень прошу, да, может быть, от имени дополнительно, от имени болткома задать вопрос господину министру, разделяет ли он мнение своего советника, потому что это серьезно. Вот на сей раз это серьезно, потому что если господин министр разделяет позиции своего советника Тирсиса, что не нужны экономические, даже участие в экономических мероприятиях с Востоком, ну что это означает? Я это могу расценивать следующим образом. Вот у нас с господином Тирсисом и с господином Ринкевичем, прежде всего, абсолютно разные интересы. Господин Ринкевич, ну, наверное, он видит свое будущее и хочет встретить свою старость в дорогом пансионате, в швейцарском пансионате для, ну, Абек, для бывших министров, скажем так, да? Ну, никто же не может возражать против этого. И его тогда абсолютно не интересует, что будет в Латвии через какое-то время, когда он будет уже отдыхать на заслуженной пенсии где-нибудь за границей. Ну, простите, у меня пятеро внуков, граждан Латвийской республики. И меня волнует их судьба, меня волнуют вопросы их образования, вопросы их медицинского обеспечения через какое-то время, вопросы социальной защиты. И это же не шутки, а что получается? Сегодня вы говорите, господа, что нет, нельзя. Давайте вспомним еще одну интересную ситуацию. Ведь как только началось строительство услуги, определенные силы в России, не самые прогрессивные, не самые умные, начали говорить, ну, все, услугу построим, порты Латвии, Литвы и Эстонии могут отдыхать. Это говорили в России, но здесь, как вот сейчас модное слово, подхрюкивать им стали, тоже определенные силы, да, которые ориентируются на российских политиков, еще раз повторю, на тех, которые не самые умные и не самые грамотные. И получается, что оказывается, вот круг сомкнулся. Оголтелые националисты говорят, что вот не надо сотрудничать с Востоком. И оголтелые, так скажем, прибалтофобы, которые сегодня говорят, вот посмотрите, послушайте, с каким сладострастием, они говорят, ну что вы, ну все, Россия сейчас все закроет, все закончится, сейчас все, вот услуга будет, там все, транзита не будет и мы все умрем, все. Но не закончилось. Не закончилось. Обороты порта растут. И у меня вопрос, вы за кого вообще, господа, из Министерства иностранных дел, министр и его советник? Вы знаете, может быть вы забыли, что каждая тонна переваленная в Рижском порту приносит государству 10 евро, а мы переваливаем этих тонн под 40 миллионов, как нетрудно посчитать, умножьте 40 на 10 и получите в миллионах. То, что государство прямо и опосредственно получает от деятельности порта. Вы что, совсем с ума сошли, что ли? И я требую, я действительно требую, что если вот в чеванстве в твоем высокомерии этот министр уже не, сам себя не потерял, дайте нам ответ. Пожалуйста, скажите, что вы думаете по этому поводу? Гнать этого советника в шею пинком? Потому что могут быть политические разногласия, могут быть различные точки зрения на все, но нельзя так ненавидеть, ненавидеть свою страну или ее часть, чтобы желать ей вот такой участи. Извините за резкость, но действительно я готов за каждое слово ответить. Да, ну я так понимаю, что Бараннику досталось, я так понимаю, и на заседании Рижской Думы за неправильное произношение? Так я понял, да? Да, ну это больная тема, это больная тема. Мы же понимаем, я опять процитирую эту гениальную фразу, она не теряет актуальность. И очень жалко, что она эту актуальность по-новой приобрела и эта актуальность повысилась, что вы не язык должны наш знать, а место свое. Ведь люди говорят по-латышски и сейчас начинают говорить о том, что, а вот Гарвензе не так поставлено, акцент не тот, слово вот можно было бы более литературно использовать. Ну господа, я как филолог скажу, ну никогда я не буду говорить как латыш по-латышски. Ну невозможно. Не верьте вы в Штирлицов. Не было Штирлицов. Штирлиц бы раскусил бы любой филолог немедленно на интонации, на произношении, на акценте. На порядке слов. На порядке слов. Это абсолютно ясно. Ну что же вы, да, у нас есть примеры, у нас есть пример, например, ну я приведу Сергея Долгополова, который по-латышски говорит, как по-русски. Я приведу пример, да, Алексея Росликова, депутата Рижской думы ныне сняла от согласия, у которого два родных языка, я считаю. Но это исключение, очень приятное, очень хорошее исключение. Но если какая-то дама, которая была в, так сказать, в авангарде коммунистической идеологии, она наработала в газете Циня, ну что тут еще можно? Помните Жванецкого? Гениальная вообще вещь, простая, но гениальная. Говорит, они все бегут вперед, бегут, бегут, бегут. Потом все побежали назад, а эти каким-то непонятным образом опять впереди оказываются. И вот эта вот, ну депутат, ее фамилия, Март уже, она бравирует, повторяет, несколько раз смакует, что мы хомо совет, мы это Сасканя и коалиция, мы хомо советикус вульгарис, понимаете? Ну гениально вообще, ну это наша творческая интеллигенция. Из Циня, из газеты. Да, из газеты Циня. То есть она, она всегда будет, она всегда будет на вершине вот этой вот идеологической борьбы, ей все равно с кем бороться. Она знает, что ей нужно быть в правильном месте и там неплохо кормят. – Да. Это хорошо сказано. Ну и что дальше будет? В такой атмосфере продолжите работать? – У нас вариантов нет. Конечно, мы продолжим работать. И сегодня идут вот всякие спекуляции по поводу того, что как вы будете работать, как вы без Ушакова, как мы, на кого он нас покинул. Да жалко. Мне реально жалко, что уходит Ушаков. – Из Думы. – Из Думы, да. Это чудесный образец того, что, да, можно 10 лет, но он в тройке самых долгоиграющих мэров в истории Риги. В тройке. Не сильно, если вы понимаете, ну это, наверное, Пуца захотел сделать подарок на юбилей стране, да, что все-таки они это сделали. Ну, отличный подарок, молодцы. Тут больше нечего. Ну, нас 30 лет... – То есть это не юридический вопрос, это политический направление мэров? – Конечно, да. Конечно, да. Ну, посмотрите, что происходит. Давайте вспомним. Два полицейских, действующих полицейских, грабят казино с убийством. Ну что, министр ушел, кто-то министр отстранил или министр ушел в отставку? Только что происходят те же самые проблемы. – Три человека. – Да. Ну и что? Ничего же... Понимаете, это жизнь. 25 тысяч человек работают, вращаются в сфере в орбите Рижской думы. 25 тысяч человек. Ну, о чем мы говорим? Если есть основания, да, но, извините, сегодня за Ушакова, я повторю это, да, за Ушакова сегодня проголосовало 105 тысяч человек, за Пуца плюсов у него 5 тысяч. Это тоже нормально, кстати. А есть вот председатель фракции новых консерваторов, некий Озус, который стал очень активным, уже во всем разбирается, да. У него больше минусов, чем плюсов. То есть, его родственники проголосовали за него, поставили ему плюсики, несколько там десятков, да, а родственники других депутатов, чтобы продвинуть своих родственников, его вычеркнули. И вместе с этим он проходит, проходит та же, та же март уже, о которой мы говорили, да. Все из новых консерваторов практически ушли в Сайм, ее не избрали. Ну, наверное, все-таки, какой бы ни был избиратель, но он понимает. Ну, такова реальность, я так понимаю, что у господина Пуца было 5 тысяч плюсов, когда он шел на выбор в Рижскую думу, а у Шакова 105 тысяч плюсов. Да, я только что об этом сказал, да. Это для того, чтобы, да, но это мы можем повторять сколько угодно, но сегодня они, они сегодня чувствуют безнаказанность абсолютную. И сегодня Пуца сколько бы он раз ни говорил, что это все решение далекое от политики. Ну, посмотрим, есть суд, и этот суд расставит акценты. А вот есть, преследовали господин Пуца, ну, на ваш взгляд, у вас все-таки большой политический опыт, далеко идущие цели. Я имею в виду не только, вот, не знаю, войти в историю и потешить свое самолюбие, что вот он взял и мэра Риги, которого 10 лет сидел в этом кресле, вот взял его, ну, ногой, если так можно сказать, да, но и далеко идущие цели, там, как многие пытаются, там, говорить, там, не знаю, обезглавить согласие, вызвать в панику в рядах согласие, вот сейчас очень переживает за ваше состояние оппоненты, оппозиционеры, да, вот, или нет? Я не знаю, мне кажется, они больше переживают, чем мы. Мы достаточно спокойно себя чувствуем, да, потому что численный состав не поменялся. А что касается господина Пуца, ну, это юрист, который давно в политике, и человек, который руководил фракцией, и у него хватило решимости, например, регулярно голосовать против закрытия игорных залов. Он это действительно очень-очень интересно мотивировал юридическими категориями, и о политике он не говорил, а сейчас, сейчас юридических категорий нету. И что касается Пуца, да, я думаю, что в данном случае будущее его сомнительно политическое, потому что это из серии «Мавр сделал свое дело», с «Мавром» можно заканчивать. А избиратели его политического мнения могут не оценить вот это вот? Дело даже не в избирателях, а его политического объединения. Дело в том, что сегодня вся картина политическая, вся картина складывается. Так, посмотрите, эти пришли ребята к власти, они уже, уже обманули во всем, в чем можно. Все партии, практически все, которые сегодня у власти, я не говорю о КПВ, ЛВ, которые действительно там, они просто, они раскололись сами в себе. Давайте возьмем новых консерваторов, все обещания мимо. И когда мы им напомнили об этом, вы знаете, с какой обидой там некий, некий господин, я не помню, какой депутат из новых консерваторов сказал, так а что вы хотите, как мы могли, как мы можем выполнять свои обещания, когда у нас нет 51%. То есть, понимаете, это новое, новое. Если Репша по простоте душевной сказал, как можно не обещать. Да, и миллион не дайте. Да, если потом венуты бы в лице Пулкса и Яунупса, которые сейчас уже, в лице Пулкса, извините, и Яунупса, которые теперь уже у Пулца, там такие перетрубации, ни политику вообще не проследить. В свое время они даже забыли, не знали, что они обещали, когда я сказал, что у вас с трибуны сказал, думаю, что у вас программа в 4 тысячи знаков, в программе 4 тысяч знаков, у вас программа третий ребенок, они начали смеяться, говоря, что я перепутал это с Народной партией. У Народной партии тоже были, они у них украли эту идею. И забыли. И забыли. А так бывает, когда не твое. Они страницу не могли прочитать, все их обещания. А вот теперь гениальная, вообще гениальная метаморфоза, да, а какие к нам вопросы? У нас 51, вот был бы 51%, тогда бы мы сократили бы министерство 3 по 500, да, раньше было в советское время 3 по 50, захватало, да. Новым консерваторам нужно 3 по 500. Да. Да, и обещать-то можно. Где это все? Посмотрите, что творится. Посмотрите, уже треть, треть Сайма выразила недоверие Кариншу. А где ликвидация, я не побоюсь своего слова, ОИК с 31 марта, как они обещали? Это особая тема, еще раз. Видимо, господин Кирсев не разбирается, он же, кстати, советник по энергетике, не забывайте. Да, дело в том, что вот как-то, мне кажется, с излишним юмором относится к этой проблеме. А проблема ОИК, как мы говорили, да, обязательного коэффициента разворовывания из-за Ксеновского коэффициента, да, она должна иметь юридические последствия. И тут Пуца сидит и уши свои не высовывает. Но сколько подписей на разрешение этих вот альтернативных энергетических историй поставил этот господин, когда работал госсекретарем Министерства экономики, да, но за это надо отвечать. А сегодня очень интересно, сегодня, сегодня мейнстрим у нас какой? Это левец президенты, это Калнета, которая, представляете, Калнета, Сандра Калнета, она такое написала, такое предложила европарламентариям по внесению новых санкций по отношению к восточным партнерам. Такое написала, что она в своем интервью сказала, я думала, я написала больше, я думала, что, ну, там, что-то сократят, что-то. Так они все приняли. Вот, понимаете, радость-то в чем? Радость в чем? Но как эти люди не могут понять, что наша экономика зависит от наших взаимоотношений с Востоком? Грузы идут с Востока на Запад и наоборот. Нам плевать, насколько увеличивается товарооборот между Бельгией и Германией. Что нам с этого? А они радуются, говорят, Европа растет. Какая Европа? Вот это вот Европа растет. И нам, и может быть, нам чего-то подкинет от своего роста. Может быть, а может и не подкинет. Мы сейчас смотрим по британской истории. Европа стала считать денежки. Да. Понимаете? А они как какие-то клоуны повторяют. Вот там растет. Ну, какая нам разница? Какая нам разница, что у кого растет? Нам надо, чтобы у нас росло. А вот тут мешается, тут вылезает со своими ослиными ушами Тирсис и говорит, как это, как это ехать, как это ехать в Москву, зачем это? Я просто не понимаю, как мы будем жить дальше. Мне действительно становится страшно за будущее своих пятерых внуков. Я это повторяю. И если кому-то... Господин Тирсис, кстати, тоже не является таким рьяным сторонником демографических устремлений. Параднекса, насколько я понимаю, он еще не озаботился ни семьей, ни детьми. Но это его проблемы тут, так сказать. Но это, может быть, просто помогает понять ментальность людей, которые не привыкли отвечать за что-то. Ведь когда у тебя дети, когда у тебя внуки, это же не шутки, ты же за них отвечаешь. На всех уровнях. Да, это же нельзя, нельзя так это пустить. Тебя это волнует. А когда у тебя никого нету, ты и государство так относишься. Еще раз повторю. Что же это такое? Что будет через... Проклянутых. Их внуки, если они у них будут, уже внуки, не правнуки. Их проклянут. Они теряют страну сегодня. Михаил Каменецкий у нас в студии. Депутат Рижской Думы привелся ненадолго новости рекламы. Не переключайтесь. Еще раз добрый день, Михаил Каменецкий у нас в студии, депутат Рижской Думы. Все-таки возвращаясь к той работе, которую вы делаете и будете делать в этой коалиции 32 против 28. Все-таки что-то изменится вообще? То, что хорошо, новый его мэр, вице-мэр. Что-то изменится? Я почему спрашиваю? Потому что зачастую радиослушатели звонят и говорят о том, что да, мы понимаем, что там больше политики, чем вот каких-то реальных фактов в отношении регистрации и так далее. И тем не менее, наверное, какие-то ошибки были. Что-то надо делать по-другому. Ошибки были, ошибки признают, признаются, да. И многое надо менять, и многое меняется. Сейчас самое главное это... Да, мы пришли к тому, что необходимо в Рига-Сатекс создать совет, этот совет наблюдательный будет создан. Не только в Рига-Сатекс, мы это... Да, в предприятиях самоуправления, да. Но по большому счету, те программы, то направление, которое на протяжении 10 лет себя уже проявило, оно меняться не будет. И мы сегодня говорим о том, что когда нас пугают тем, вот Ушаков ушел, во-первых, Ушаков никуда не ушел. Во-первых, говорить о том, что Ушакову надо, уезжая в Брюссель, сложить себя в те полномочия, это глупость. Зачем? В какой ситуации? Абсолютно не нужно. И председателем... Я не говорю, что Ушаков останется председателем партии Согласия. Я этого не утверждаю. Потому что председателем партии Согласия станет человек, за которого проголосует большинство депутатов съезда в июне. Делегатов, да. Делегатов съезда, извините, да, делегатов съезда в июне. Вот этот человек и станет председателем партии. И я абсолютно уверен, более чем уверен, я знаю, что Нил не единственный кандидат на эту должность. Будут альтернативные кандидаты, и поэтому будет очень интересный и очень такой содержательный конгресс. Но я очень хочу надеяться, что Нил в этом соревновании тоже будет участвовать. Потому что никаких нет оснований для того, чтобы депутат Европарламента не руководил партией. Это непонятно, кому это надо, вот такую идею внедрять. Что касается Рижской думы, да, сложнее будет, потому что Нил был неординарным мэром. Это человек, который очень мог в правильный временной интервал отреагировать на хамство, на некомпетентность. Ну, понимаете, ведь в любом случае заседание думы – это сродни определенному действу. Но если не театральному, то все-таки… Близко к этому, да. Да, близко к этому. И, так сказать, вот… Особенно, когда идет трансляция, все это знают, да? Ну, да, бывали, бывали случаи, когда оппозиция попадала. Вообще очень интересные истории с этой трансляцией. Но, вы понимаете, разные люди, разные депутаты. Вот, например, когда избирали Бараника, один депутат, ну, новый из новой консервативной партии, начал интересоваться, внимание, у кандидата в вице-мэры, какие у него есть права. И вообще имеет ли он право на вождение троллейбуса. Это очень интересно. Да. Ну, извините, вас покорный слуга немножко, так сказать, ему панировал, сказал, что это не очень умно требовать в обязательном порядке от кандидата в вице-мэры прав там всех уровней водительских. Этот депутат подошел ко мне потом и говорит, вы понимаете, почему я задаю этот вопрос? Я просто преподаватель вождения, поэтому мне это интересно. Так. А вы, кстати, спортивный тренер? Нет. Надо было спросить у него, а есть ли у него черный пояс? Я по образованию, я филолог. Я знаю. Английский, да. Но я же не говорю о Шекспире с трибуны. Конечно, нет. А если у нас есть какой-то там, скажем, будет депутат, который политех закончил по специальности водоснабжения и канализация, у него что-то тоже тематическое должно быть направлено из своих выступлений и вопросов, да? Но вот вы не правы, это все-таки буквально на днях... Ну да, канализации много, можно сказать, согласен. Да, это раз, на днях буквально министр здоровья что сказал, что приоритет теперь в медицине у нас будет психиатрии отдан. Приоритет. Ну, в принципе, наверное, правильно? Ну, наверное, ей лучше знать, но тут еще действительно... Ну, это сразу новость получила развитие мастера, да? Потому что мы сегодня или вчера, я не помню, услышали о том, что чтобы исправить ситуацию в здравоохранении, нужно заставить врачей работать круглосуточно. А я считаю, да. Вообще заставить, это ключевое слово, заставить. Заставить. Да, надо заставить, ну давайте заставлять. Да. Вот все-таки такой вопрос задам, он, наверное, связан не только вот с работой депутата, но с таким жизненным опытом. Вот, в принципе, в городе сделано очень много, да? Но это объективный факт, не потому что я там что-то говорю, мы можем в Риге, я имею в виду, мы можем долго перечислять, что реконструировано и так далее, все рижане это знают. Но нет такого ощущения, что в какой-то степени, ну вот мы заложники вообще человеческой, не знаю, психологии, человеческого характера. Ну сделано и сделано, и все забыли, да, так сказать. Вот что, как это оценить? Ну, это, наверное, правильно, чтобы не расслабляться. Действительно, что сделано, то сделано и забыто, и это так и должно быть. И вот даже, я слушал, как-то я… Не удивляет, не огорчает, не улучает. Нет, 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 это не… Понимаете, многие люди сейчас в таком эмоциональном запале говорят, вот ямы, вот тут дороги, вот это… Ну, я очень спокойно к этому отношусь. Изберите других, посмотрим. Может быть, они будут лучше, но я сомневаюсь. Здесь очень же все просто. Очень все просто. Когда человек что-то сделал, ну, хорошее, это можно забыть и нужно забыть, и нужно идти дальше. Но сегодня, ну, говорится о том, что… Да, я вот, кстати, на Болткоме ехал в машине, слушал, не помню, кто тут говорил, но вопрос был такой. У нас отремонтировали двор, а сейчас опять ломается. Ну, это что, значит, что плохо отремонтировали? Или что это значит, что мы отремонтировали двор туда больше ни ногой? Надо понимать, сегодня мы собаку съели на том, чтобы удлинить гарантийные сроки любых ремонтов, прежде всего ремонтов дорог. Вот я помню, какие были вопли по поводу того, что никак Кришин Баррены не могут сдать в эксплуатацию. Никак в эксплуатацию сдать не могут. Вам шашечки или ехать вам надо? Почему мы не сдаем в эксплуатацию? Потому что пока все недостатки не будут устранены, в эксплуатацию мы не принимаем, и гарантийный срок не начинает тикать. А гарантийный, это значит, что все ремонты потом за счет строительной компании? Так вы радуетесь тому, что мы не можем сдать улицу в эксплуатацию. Гарантия продлевает себя. Но тут наши оппоненты, не очень иногда сведущие, не очень, прямо скажем, объективные, вот они поднимают по этому поводу такой шум. Ну, отлично, но люди-то должны понимать, вот сегодня говорят об этом Орегасаде, с которым да, есть проблемы, да, конечно, и с руководством, и у Нила были недостатки в руководстве, он это признает, это все понятно, да. Но сегодня, когда говорят, что Рейл Балтика, это проект не экономический. Нет. Нет, не надо требовать от Рейл Балтики какого-то экономического выхлопа. И обоснований даже не нужно никаких. Да, а понимаете, Ориго Сатекс, ну это что, проект экономический. Это социальный прежде всего. Ну, конечно, да, когда мы уже посчитали, 174 евро в месяц, семья из, там, бабушка, дедушка, мама, папа и двое детей, да. Если мы возьмем, да, понятное дело, но это библиотека, это, но это, я понимаю. Это экономический проект? Это символический, это символ, с этим тоже можно согласиться, но этот символ уже столько сожрал денег, да, и прямым, и опосредованным образом, и столько еще денег сейчас выделили на суды строить со строителями, которые хотят что-то там. А крыша, которая постоянно там золотая. То есть, понимаете, да, под это, ну не надо двойными стандартами, если что-то надо, если нужно было построить замок света, снесли нафиг памятник архитектуры, там дом стоял, никто не пикнул, построили быстро, дорого и некачественно. Никто не пикнул, сейчас ремонтируем, ну так извините, это же, это же, это же библиотека, ну так понятно, могу понять это, могу, но тогда не надо, не надо требовать от Рига Сатекс, супер рентабельности, не надо требовать от проекта переноса, переноса активности с левого берега на правый перевалки угля, я имею ввиду, с кривого сала, не надо, не надо требовать супер эффективности, вопрос экологический. Да, потому что, чтобы жители вот в Эцмилгрависе все-таки, да, вдохнули свободно, поэтому... В Эцмилгрависе, в Риге, в Саркандауге, в Межепарке, люди более, да, а в Балдырае не пострадали, потому что 23-метровый забор, новейшие технологии. Вы слышали, Абик, о том, что жалуются жители Балдырая, о том, что на угольную пыль? Я пока не слышал, надеюсь, не услышу. Звонок успеем принять? Давайте. Возможно, как раз об этом. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Господин Каменский, во-первых, хотел вас поблагодарить, в самом деле, без иронии. Вот вы упомянули два момента, вроде бы незначительных, вот фамилию этой депутатшей, сыни, и потом, что забыли это из явной консерванной партии, то, что сами написали. Вот очень важно на этих примерах показывать, вот вроде бы пустячки, но обычно всегда говорят депутаты, ну и представители, кто-то что-то сказал. А вот тут же глупость видна, очевидная глупость, понимаете? И вот я давно уже думаю, что вот, когда кто-то выступает, вот ссылки на фамилии и на вот эти моменты, они очень важны. За это вам спасибо. И во-вторых, вот я все не знаю, как сформулировать, тоже вот без аллегории, без гиперболы. Вот смотрите, вы упоминали Ленкевича, чем больше вреда наносят люди государству, отмена ВНЖ, отмена фестивалей, сотни миллионов, тем больше человек лично получает. Значит, получается, как бы прямая зависимость, чем я больше врежу, тем лучше будет пансионат у меня в Швейцарии. Вот где противоречия? Я вот с собой сам задаюсь этим вопросом, не могу себе ответить. Всего хорошего вам. Спасибо. Спасибо большое. Ну, по первой части вашего вопроса, да и по второй тоже. Все зависит от его величества избирателя. Раз в четыре года у нас есть возможность оценить то, что мы видели на муниципальном уровне. А кто-то хотел, чтобы раньше распустить Думу, и не надо четыре года. Ну, а почему Абик не распустили, ты знаешь? Потому что побоялись, что распускать, так новые выборы будут. Да. А результат-то непредсказуемый. Непредсказуемый. Сильно непредсказуемый. А хотели все, чтобы был предсказуемый. Вот. Раз в четыре года муниципальные выборы. Раз в четыре года выборы в САИМ. Только избиратель может сделать свой выбор. Да, и оценить вот этих вот людей, которые говорят одно, делают другое, думают третье. И действительно, беря за образец Европу, где многие вещи действительно стали, ну, вышли на гораздо более качественный уровень. Да, беря, здесь приводят все в безобразие. Да, вот вы упомянули Иринкевича. Это действительно человек, который, ну, тут я с вами не могу согласиться, что человек, который гораздо больше вреда нанес нашей стране, чем пользы. И даже вот я вспомнил сегодняшнюю его радость по поводу того, вот он заявил, что какой чудесный день в стиле Винни-Пуха, да, какой чудесный день арестовали Асанжа и свергли президента Судана. Радуется, Иринкевич. Да какое тебе дело до Асанжа и до председателя, и до президента Судана, Иринкевич? Ты думай о своей стране, думай о том, надо ли ездить, развивать партнерство с теми людьми, с которыми мы граничим. Вот о чем надо думать. Они вот, они стали настолько продвинутыми европейцами, что, извините, всех уже задолбали. Конечно, вот эта вот высоколобость их видимая, да, она уже достала реально. И что касается, что касается вот тех вот, второй части вашего вопроса, она опять упирается в то же самое, в то же самое. Но хватит. Ведь, понимаете, у нас национализм, у нас этническое противостояние, безобразное, мерзкое, оно только, только в политике. У нас в троллейбусе нету противостояния этнического. Вот же в чем дело. Нету. Люди дорогие, но нету у нас. Мы все вместе. У нас понимание, общее понимание ситуации. Ну, почему раз в четыре года нас оболванивают опять какие-то, ну, ладно, у них технологии хорошие, у них эмоциональные, так сказать, составляющие снаряды, которые нас дурачат, да. Но, но ведь согласитесь, что нету у нас противостояния этнического нигде, кроме как в Сайме, в Думе и в самоуправлениях. Печально. Ну, такова пока не имея реальность, не знаю, изменится она или нет в ближайшее время, посмотрим. Михаил Каменецкий у нас был в студии. Михаил Каменецкий у нас был в студии.